Сегодня мы развиваем наш с вами успех, достигнутый, когда мы изучали теорию вероятности. Занимаемся математической статистикой. Это как бы оборотная сторона теории вероятности. То, как теорию вероятности, то, как проявление случайных событий, проявление законов, управляющих случайностью, мы наблюдаем в жизни, в экономике и все такое прочее. Мы сейчас хотим выяснить следующий вопрос. Вот есть у нас статистические данные о чем-нибудь. Ну, данные о зарплате, о росте, о количестве зубов, что угодно. И есть у нас две группы объектов исследуемых. Ну, скажем, есть у нас мужчина и женщина. Интересно, отличается у них зарплата или нет. Ну, традиционно считалось, что там, по-моему, мужчины больше зарабатывают, чем женщины. Такая была. Значит, всегда меня с детства учили, что вот, как нехорошо, какой дискриминации. То есть, существует ли зависимость между некими двумя факторами? Один фактор количественно выражается, зарплата, количество зубов. А другой фактор выражается качественно. Употребляемая пища, да? Понимаете меня, да? Вот, скажем, есть частота сердечных заболеваний, да? В разных местах мира. Влияет как-то вот этот вот быт разных мест на заболеваемость или нет? Это вот тоже та задача, которую может решаться дисперсионным анализом. Итак, дисперсия, это что там такое? Разброс случайной величины, да? Средний квадрат отклонения от среднего значения. Была такая у нас величина. Я уж не примену, покажу вам ее на экране. Значит, дисперсия, это средний квадрат отклонения от среднего значения. Х черточки сверху среднее значение. Х минус х среднее в квадрате, это квадрат. И еще черта сверху. Средний квадрат. Это можно называть так. Вот оно как. Сумма квадратов отклонений, деленная на n, на количество, значит, объектов, которых мы смотрим. Значит, и еще я вам в прошлый раз говорил, есть буква замечательная D, латинская, которая в теории вероятности принята обозначать дисперсию. И почему-то в статистике, в прикладной статистике, очень любят использовать букву S для обозначения среднего квадратического отклонения. Поэтому дисперсию обозначают S квадрат. Ну, со значком, в данном случае обозначающим, о чем идет речь. И вот давайте сразу возьмем быка за рога. Вот табличка. Один столбик обозначен х1, другой х2. Это, знаете, что? Это набор случайных величин. Для простоты работы я сделал так, чтобы оба эти набора содержали одинаковое количество значений. Они как друг с другом не связаны. Просто есть х1, значит, крокодилов с Нила, и есть х2 крокодилов откуда-нибудь там с Оренока, да? И вот это количество зубов, которые посчитали у них во рту. У одних, значит, вот крокодила с Нила никак не связаны с крокодилами с Оренока. Не знаю, кстати, вводится ли в Оренока крокодила. Значит, 24, 24, еще раз 24, 25, 25, 24, 23, 25, 25, 23. Вообще это больше похоже на возраст чей-то, да? Это, скажем, вот девочки и мальчики учатся в одной группе, да? Значит, вот 24, 24 и так далее. Х1 это, наверное, возраст девочек, а х2 это, наверное, возраст мальчиков. Вот зависит ли как-нибудь от пола средний возраст обучающихся здесь, значит, в группе? Или не зависит? Вот так мы ставим перед собой задачу. Зависит ли как-нибудь величина х от того, в какой группе относится изучаемый объект, да? Поняли меня? Идея такая. Значит, ну что, начнем считать. Аккуратно, издалека будем вычислять. Но прежде всего поговорим. Вот о чем. Значит, данные получатся с разбросом, правда? Давайте так, издалека начнем. Значит, отдельно посчитаем средний возраст девочек. Посчитаем. Отдельно посчитаем средний возраст мальчиков. Посчитаем. Значит, отдельно можно заявить следующее, что есть разброс внутри каждой группы. Правда? Ну, совершенно очевидно. Они же там разные значения принимают, да? То есть, есть дисперсия внутри девочек по возрасту. Вот девочки разного возраста у нас в группе учатся. Есть постарше, есть помоложе. А есть дисперсия внутри мальчиков, да? Среди мальчиков, вернее. Не внутри мальчиков. Среди мальчиков. Значит, разброс у них тоже есть какой-то, да? Можно посчитать, не обращать внимания. Мальчик, девочек просто взять и посчитать средний возраст. Всех в одну кучу свалить, сложить и поделить на количество, значит, студентов возраста. Будет средний возраст студента. Среди вообще в группе получается тоже какая-то дисперсия. Разброс возраста среди студентов. А вот давайте-ка задумаемся, а из чего он состоит? Это тот общий разброс возраста в группе в нашей студентов. Ну, во-первых, это разбросы внутри вот этих вот, значит, групп, так сказать, по полу выделенных, да? Разброс возраста девочек, разброс возраста мальчиков. Раз. Одна причина. А вторая причина – разброс между ними, между группами мальчиков и девочек. Дисперсиями. Различия. То есть наша задача выяснить причины, влияющие на разброс. С одной стороны, сколь сильно влияет разброс между группами, как он по сравнению с тем разбросом, который находится внутри этих групп. Поняли меня, да? То есть сколь сильно влияет на различие в среднем, так сказать, возрасте пол, да, чем влияет, значит, просто хаотически вот это вот отклонение возраста от одного. Студента до другого, да? Ну, как позже, наверное, поступили учиться, да? Кто-то вот. Может быть, задержались с учебы мальчики больше или меньше. Вот давайте сейчас будем считать аккуратно. Схема вычисления здесь следующая. Первым делом давайте-ка посчитаем средние значения. Вот они. Это просто просуммированы все х1 и поделены на 10. Значит, вот сумма тут была 24,2 на 10 поделили. 242 на 10 поделили 24,2. У мальчиков, соответственно, средний возраст получился 28,5. Ну, на глазок, на глазок получается, что, пожалуй, что мальчики старше, да? На 4,3 года в среднем мальчики получили старше девочек, да? А вот справа еще одна клеточка отдельно стоящая. В ней написано 26,35. Это средний возраст всех студентов вообще. Он больше, чем у девочек в среднем возрасте, меньше, чем средний возраст мальчиков. Заметили? Вот что у нас такое есть. Вот они, расчеты среднего возраста девочек. Сложили все возрасти девочек, поделили на их количество. Сложили возрасты мальчиков, поделили на количество мальчиков. А вот расчет общего среднего. Я буду обозначать буковкой О. Те были 1,2, а это О. Или, если хотите, 0. Сложили вообще все возрасты мальчиков и девочек и поделили на их общее количество. Теперь уже на 20. 26,35. Совершенно элементарное вычисление, правда? Теперь речь идет о дисперсии. Внутри каждой этой группы очень легко посчитать дисперсию. Помните, в прошлый раз мы Excel использовали, там даже была такая специальная функция, дисп, дисперсию считала. Вот дисперсия внутри этих групп, мы сейчас вам покажем, чему получается, чему она получается равна. Вот дисперсия возрастом девочек 0,56 квадратного года, кстати говоря. А вот дисперсия мальчиков 1,45 квадратного года. Если, кстати, посчитать общую дисперсию, дисперсия вообще внутри всей популяции студентов, она получается вот чему равна. Значит, 5,562. Вот это вся популяция. Значит, она что, больше, меньше? Давайте сравним. Вот она у мальчиков внутри 1,45, у девочек внутри их популяция 0,56, а общее 5,663 примерно, да? То есть существенно больше, кстати говоря. Это может сразу нам броситься в глаза, кстати говоря, но проведем вычисление до конца и какой-то сформулируем результат. Вот это вот среднее отклонение возраста девочки от среднего значения 0,748 года. Уже не квадратного года, а просто года. Вот мальчик 1,2 года. Ну, надо сказать, что девочки более плотной группы идут, правда, чем мальчики? Вот у мальчиков 1,2, а у девочек практически 0,75, 3 четверти года. Так. А вот общее отклонение 2,3. 2,372. Тоже больше, как-то оно вот такое большое. Что же получается? Вот смотрите-ка. Вот это вот две группы, две группы, значит, просто их расположил на оси горизонтальной значения. Известное нам из-за статистического исследования. Тут два таких пятна, два таких эллипса. Это вот одно пятно, это возраст и девочек, а другое пятно возраст и мальчиков. У них есть некое размытие, видите, они перекрываются, у меня здесь нарисовано. И вертикальные пунктирные линии это средние значения. Между ними есть некий разброс, некое расстояние. Что сильнее, расстояние между средними значениями или разброс? Особенно это важно при частичном перекрытии, когда это наблюдается. Вот что сильнее? Для этого должна быть некая объективная мера, потому что без нее, ну, скажем так, какие-то такие чисто качественные рассуждения. А вот нам кажется, а вот там что-то еще такое, они не совсем хорошо будут работать. Давайте перейдем к более количественным расчетам. Значит, есть такое понятие дисперсия, внутригрупповая средняя. Я обычно называю это так, как средняя внутригрупповая дисперсия. Принятое обозначать средняя, но тот из моих студентов придумал сокращение VGS. Так я с тех пор им и пользуюсь. Внутригрупповая средняя. DWGS. Вот она. Как посчитать? А это вот как? Смотрите-ка, надо вспомнить нашу статистику, нашу статистические сведения. Вот у нас есть вес, как бы, каждого из результатов, каждой из дисперсий. N1 – это объем, значит, выборки девочек. N2 – объем выборки, в которую входят мальчики. То есть, выборки различающиеся друг от друга, значит, по какому-то признаку. Вот мы придумали различать его по половому, да? Вот. И сумма этих весов N1 плюс N2. Абсолютные такие величины. И мы решили таким образом усоединить дисперсии. Вот с помощью этой формулы легко ее мы усоединяем. Получается 1, 0, 0, 5. Как нам сравнивать эти дисперсии с подлинными, настоящими, как бы, так сказать, степенью их различия? Давайте посмотрим повнимательнее на эту картиночку. Что сильнее? Случайный разброс или, значит, расстояние между, так сказать, максимумами? Есть такое понятие – межгрупповая дисперсия. Вот она. То есть, как различаются друг от друга средние, да? Вот, отличие среднего по первой группе от общего, и отличие среднего по второй группе, по второй, так сказать, выборке от общего среднего, да? То есть, мы практически считаем средний квадрат отклонения от среднего значения. Средний квадрат отклонения средних групповых от общего среднего. И при этом используем в качестве статистических весов объем этих выборок N1 и N2. У нас так получилось, к счастью, что объем этих выборок в нашем случае просто одинаковый. У нас были по 10 человек. Так считать просто проще. И получается, что межгрупповая дисперсия оказалась 4,62. Вот оно что. И вот удивительное свойство, оказывается, если сложить по считанным таким способам среднюю внутригрупповую дисперсию и межгрупповую, то мы получим общую дисперсию. Вот какое вот маленькое открытие ждет каждого, кто не поленится и посчитает дисперсию. Было такое раньше любимое занятие давать студентам вот эти вот расчеты. И они могли сразу проверить правильность своих вычислений, сложив вот эти две дисперсии. Если получалась их сумма равна общей дисперсии, значит, все посчитано правильно. С преподавателя проверять было нечего. Все должно было получиться так, как нужно. Так вот, хочется выяснить, сколь значительно вот это вот отличие между группами на общем фоне. Как это выяснить? Значит, выяснить это можно с помощью так называемого эмпирического корреляционного соотношения. Здесь такая чудная величина, обозначается на буквой «это», а не чуть попозже. Вообще, в статистике широко эксплуатируются разного рода коэффициенты, характеризующие различия. Как правило, эти коэффициенты меняются в пределах от нуля до единицы. Иногда от минус единицы до единицы. Так вот, эти различия, они должны находиться, значит, чем ближе к единице, тем различия более существенны. Тем влияние этого фактора на величину более существенны. Чем ближе к нулю, тем меньше влияние. Вот так вот. Значит, как это можно все себе представлять, интерпретировать в словесную форму? Был такой ученый-англичанин Чеддок. И он создал шкалу Чеддока для такого рода оценки различий. Вообще, шкала меня очень, ну, скажем так, радует. Как говорят ироничные дети сейчас. Радует она меня, эта шкала. Там всякие слова. Вот, скажем, при таком значении коэффициента, значит, взаимосвязь, то есть корреляция, тесная. А при таком очень тесная. А вот при таком вот весьма тесная. У меня не совсем понятен смысл этих вот упражнений, скажем так, словесных. Тем более, что в переводе с английского языка на русский. И я вот, честно говоря, не помню, какая корреляция ближе. Очень тесная или весьма тесная. Вот, честно говоря, вот не могу себе представить, даже как вот из мер, из рамок русского языка, исходя, не могу. Не могу ничего понять. Поэтому у меня на этот случай есть очень простой совет. Нужно сравнивать с двумя всего-навсего реперами. И так, ну, это не у меня совет такой, это вообще статистика советует. Если вот этот коэффициент, который будет характеризовать тесноту связи, меньше 0,3, то значит, считайте, что связи нет приблизительно так вот. То есть, вы проводите какое-то статистическое исследование, и коэффициент связи оказался меньше 0,3. Значит, в принципе, ну, вы не смогли наблюдать в своем эксперименте, скажем, корректно, сколь-нибудь значительного связи между ними. А если коэффициент больше 0,7, ну, скорее всего, эта связь очень сильная, и, скорее всего, именно она и определяет вот эту вот определяющую роль, играет в изменении, значит, так сказать, величин случайных. Ну, а в пределах между 0,03 и 0,7 эта связь существует, и она тем сильнее, чем, естественно, этот коэффициент связи больше, но она не одна, что определяет, что определяющим образом влияет на что-то там такое. Вот, скажем, взяли вы директоров ваших магазинов, которые у вас, так сказать, торгуют. Есть мужчины и женщины. И вот доходность стали сравнивать разных магазинов, прибыльность или доходность, что там хотите. И выяснилось, что вот есть какое-то вот различие между доходностью магазинов, возглавляемых женщинами, и доходностью магазинов, возглавляемых мужчинами. И решили вы выяснить, а на самом деле вот как, влияет пол директора на результат или не влияет. И для этого как раз используется тот коэффициент, о котором мы сейчас говорили. Эмпирическое корреляционное соотношение. Давайте на него поглядим. Красивое заглавие. Эмпирическое корреляционное соотношение. И означает он всего лишь на все следующее. Корень квадратный из отношения дисперсии. Межгрупповой и общей дисперсии. Вот если вы аккуратно нам посчитаете, такой корень из межгрупповой и общей дисперсии, вот в нашем случае, который мы в задаче решали, он получался 0,906. Ну, еще формулу какую-то посмотрите. Вот он, 0,906 получился. Дельта квадрат, такой буковкой дельта, вот эта строчная буква, принято обозначать межгрупповую дисперсию. И она у нас практически очень велика. Приближается к D0, к общей дисперсии. Корень квадратный из их отношений равняется 0,9. Как я уже вам проболтался, больше 0,7, значит, считаю, что влияет. Значит, вот если бы это было у нас... А, да, мы предполагали, что это возраст студентов. Да, значит, возраст студентов, учащихся в нашей группе, зависит от их пола. Оказывается, мальчики более старшие у нас учатся, чем девочки. Ну, с чем это, я не знаю, это, в пример, совершенно с потолка взятый. Да, может быть, это связано с тем, что мальчики уже где-то там поработали, или что-то армию отслужили, не знаю. А девочки этого дела, значит, были лишены такого счастья. Вот. Вот такие вот дела. Ну, а если речь бы шла о доходности магазинов, то, оказывается, что та доходность, что обеспечил кто-то там директор определенного пола, да, действительно, надо выбирать директоров совершенно определенного пола. Вообще, исследование корреляционных зависимостей, но крайне полезно. Крайне, крайне, крайне полезно. Вот тут, кстати, чтобы вам лишний раз в голове прилипло к извилинам, я указал эти величины 0,3 и 0,7, меньше 0,3, ну, считать, что связи нет, больше 0,7, что кроме этой связи ничто и не влияет, да, она доминирует в этом вам всем деле. Ну, а между 0,3 и 0,7 что-то есть, да. Вот в нашем случае 0,9 можно махнуть рукой на все остальное, но все дело вот там было в половой принадлежности исследуемых объектов. Если было бы не так, было бы не так. Корреляция очень для многих вещей может быть использована. Для чего только не может быть использована. Вот не могу удержаться и не привести, так сказать, набор каких-нибудь советов. Так, в нашем случае мы просто людей классифицировали по половому признаку, да. Вы можете их классифицировать по любому другому. По возрастному, да, смотреть, как возраст влияет на результаты деятельности или на обучение, или еще что-нибудь такое. Что еще там можно сделать? По месту жительства, пожалуйста. Как покупают товар в разных регионах, да, сколько в среднем товара приходится, значит, в разных регионах на душ населения, например. Влияет как-то это разброс? Существенно это или несущественно? Много валенков покупают на юге или больше на севере покупают? Вот интересный вопрос. Хотя достаточно очевидно решаемый. Правда? На севере их больше покупают, потому что там холодно. Вот. Можно таким образом даже узнавать о людях то, что... И не думали вы о них узнать. Вот один товарищ проводил исследование на заключенных, опыт ставил. Он сам работал в системе вот этой вот исправительно-трудовых учреждений. И эксперимент оставил очень тонкий. Ну вот, поди, расспроси товарища заключенного, какой-то подноготный у него узнать, да? Ну ведь не расскажет, да? Соврет недорого, возьмет. Товарищ придумал следующую простую вещь. Компьютер. На экране компьютера появляется слово. Ну, много разных слов. Он каких-то из словаря загрузил туда разные слова. И вот хаотически выскакивают разные слова. А испытуемый сидит перед компьютером. Просто как только слово появилось, он на кнопочку нажимает. Как появилось слово, он на кнопочку нажимает. И вся его работа. Ничего не нужно. И выяснял, есть ли какая-то корреляция по времени реакции на слова разного, так сказать, происхождения, да? Ну, слова связаны с чем-то таким, ну, что могло быть связано с его преступлением, за которое он отбывает наказание. Например, так вот, да? Вот есть какая-то связь или нет какой-то связи? Есть корреляция у него или нет корреляции? И вот оказывается, он просто экспериментально выяснил, что те слова, которые каким-то образом, значит, ну, связаны с фабулой дела, осужденных, или как они говорят, осужденных, значит, они, на них реагируются по-другому. То есть, либо более быстрая реакция, либо более медленная реакция. То есть, реакция отличается на эти слова. Вот по сравнению с какими-нибудь словами нейтральными для них, такое отличие есть. В принципе, на этом, на основе такого рода корреляции работают вот разного рода детекторы лжи. Ну, по крайней мере, там это тоже используется. Как-то задаются вопросы, да? И фиксируется реакция мышечная. Есть корреляция между там реакцией там на влажность кожи, на частоту пульса с услышанными словами. Люди вроде не хотят себя, так сказать, выдать, но подсознательно вот эта вот реакция всегда все равно имеет место быть. Даже не очень понятно, почему эта реакция у человека наблюдается. Но наблюдается этот факт, установлен как раз путем статистического исследования, да? Вот как получается-то. То есть, самые неожиданные результаты можно получать. Более того, есть способы, которые позволяют устанавливать корреляцию между признаками, как бы вам сказать, не выражаемыми количественно. Вот здесь у нас один из признаков был количественный, да? Мы их обозначали циферками. Там рост или вес или время реакции на слово, да? Вот в испытуемом, когда он работает на компьютере. Это количественная реакция. А второй признак, это был качественный. То есть, имеет человек отношение к данному преступлению, не имеет, или что он там, в каком полу принадлежит. Какие-то такие вот вещи. А есть чисто качественные признаки, абсолютно качественные. Ну, скажем, вкусовые предпочтения людей, пищевые предпочтения. Пожалуйста, что у нас еще есть? Музыка, кино, театр, какие-то моральные ценности и так далее. Ведь очень хорошо сравнить людей по вот таким признакам. Ну, скажем, подбирайте в экипаж для космического корабля, долго им вместе жить, да? Нужно, чтобы как-то у них вот были более-менее подходящие ценностные ориентации, да? Какая-то семья. Одно время было очень популярно с помощью компьютера подбирать женихам невест, а не невестам женихов. Ну, они для этого заполняли всякого рода, значит, опросные листы. Отвечали на вопросы, тесты. И, соответственно, сравнивая результаты опросов, компьютер мог определить, сколько близки их взгляды или далеки. И вот для этого используется обычный коэффициент ранговой корреляции. Ну, скажем так, вот предложили человеку проранжировать что-то, то есть расставить ранги. Слово «ранг». Знаете, вот из капитана первого ранга, второго ранга, третьего ранга, который главнее? Первого ранга, он на первом месте, да? Вот. То есть вот как-то вот расставить вкусы. Вот я иногда на детях, на живых студентах люблю такие опыты делать. И выяснять совершенно, ну, в общем, скажем так, невероятные вещи. Продается узнать подноготную о людях, да? Вот смотрите как. Очень простой тесто. Очень молодежь часто курит, да? Они только-только начали курить. Вот студенты первого ковша, вот они совсем недавно начали курить. Значит, я их прошу проранжировать, так сказать, марки сигарет. Вот какие сигареты больше всего понравились. Первый ранг, единичка. Ну, чуть похуже, двоечка и так далее. Вот эти все ранги расставлены, да? Расставлены ранги, каждый расставил свой ранг. Выяснили мы, так сказать, средний ранг, какой будет у этих сигарет. Среднее, так сказать, место, да? Это так делается, кстати, на чемпионате по фигурному катанию. Там, значит, первое место занимает тот, кто у судей получил минимальную сумму места, да? Вот тот занимает первое место. Вот так вот прораживаем сигареты. Можно выяснить вкусы. Различаются вкусы мальчиков и девочек? Слабо различаются вкусы мальчиков и девочек в смысле курева. Ничего этого нет. А вот дальше вот узнаем подноготную. Сигареты ведь, они имеют цену определенную, правда? Более дорогие сигареты, они же более престижные, да? Настоящий курильщик, он курит то, что вот ему подходит. Есть такие люди, которые беломор курят вот тому, что вот ему нужен беломор. Кто-то приму, помню, значит, Брежнев всегда на пресс-конференциях появлялся с сигаретами «Новость». Вот он тут новость курил, такие простенькие дешевые сигаретки. Вот так вот он курил. Вот любил потому, что он был старый курильщик. А молодежь, она часто очень ориентирована на цену. Можно посмотреть, а коррелируют ли ранги пристрастия человека с ценой сигарет или не коррелируют. Связаны они или нет. И вот, оказывается, связь у некоторых людей бывает очень тесной, типа 0,9, да? Вот понимаете так, да, меня? 0,8. А бывает меньше, бывает отрицательного, все около нуля бывает. И вот эти люди очень сильно различаются друг от друга. Во-первых, как правило, у девочек в среднем вот эта вот ориентация на цену сигарет больше, чем у мальчиков. Это раз. А вот дети, ну, а в основном это девочки, которых корреляция там близка к единице, 0,9, корреляция между предпочтениями в сигаретах и их ценами. И это существа, которых обмануть можно обвести вокруг пальца абсолютно элементарно. Очень доверчивые и легко внушаемые. А те, у кого близко к нулю, люди с самостоятельным мышлением, прям думаешь, сразу на них обращаешь внимание и находишь массу всяких, значит, так сказать, примет, которых явно выделялись, что же я сразу не заметил. У одной, помню, такая вот цепь висела огромная из кармана. А что у вас на цепи, говорю, там что? Мобильный телефон? Мне, говорит, там ключи у меня, такая очень оригинальная девушка. У нее по математике всегда все хорошо, помню, получалось. А выделялась из общего фона вот этим делом. Так вот можно предварительно отбирать людей, которые достойны вашего внимания, скажем так, да? Ну, скажем, при приеме на работу. Конечно, ранжировать, покуривая, это очень небольшое время можно людей, которые только-только начали курить. И вот такая вот безответственная молодежная, так сказать, среда. Ну, пожалуйста, вот такой вам несуществующий на самом деле случай, пример. Вот представьте, у вас в себе какая-то есть разведывательная школа, да? Например, что-нибудь Абвер кого-нибудь готовит куда-нибудь. И вкусовые предпочтения в столовой. Кто что предпочитает заказывать чаще всего, да? Это невинная информация о людях, правда? А можно посмотреть, у кого предпочтения отличаются от всех остальных. Есть такие люди, которые отличаются? А может, это, так сказать, засланные к нам казачки-то, может, они где-то в свое время по-другому питались, да? Понимаете как? То есть на любом деле можно, так сказать, поймать человека. Он не хочет, он скрывается, он не ловится. А вот эти статистические закономерности указывают на наличие какой-то связи, какого-то процесса, которым мы и знать не знаем ничего, да? Вообще статистика замечательна тем, что она может на практически пустом месте, в состоянии, когда нет никаких указаний на какие-то вот, ну, нет никакой модели, что ли, так сказать, да? Понимаете, вот я вам уже говорил, что начиная с эпохи Ньютона, вся наша наука строится на моделях. Некая математическая модель процесса, выводы из которой проверяются на опыте, очень, значит, хорошо, когда они правильно предсказывают результаты опыта, да? Вот. Это вот такая вот классическая схема. А ведь есть случаи, когда такого невозможно выяснить. По-моему, я вам уже рассказывал, как в Древней Египте предсказывали разлив Нила. Никто не знал, почему разливается Нил. Вплоть до 19 века эта причина была просто неизвестна. Представляете, вот сухая равнина, да, практически пустыня. И вдруг Нил разливается и заливает ее на многие километры вокруг. Почему это происходит? Откуда берется вода? Ни дождей, ни таяния снегов на горах, потому что тут нет никаких гор-то таких. А вот в 19 веке оказалось, что он течет с самого экватора. И на экваторе регулярно бывают, так сказать, сезоны дождей. Это вот наводнение, вызванное сезоном дождей, где-то там на экваторе, в районе озера Виктория. Оттуда вода и пришла сюда, вот внизу винила и росила поля. Целая цивилизация существовала, потому что они нашли признак. Они, это древние египтяне, нашли признак, по которому можно точно предсказывать разлив Нила. Единственным, скажем так, по большому счету, циклическим явлением в долине Нила, это были разливы Нила. Вот у нас, ну как, у нас погода меняется, да, правда, зима, лето, осень, не перепутаешь. А у них вдруг неожиданно разливается Нила. У них поэтому большие проблемы с календарем, кстати. Нам календарь проще создать, потому что у нас есть зима и лето. А у них этого нет, только разливы. А как предсказать разлив? Они долго наблюдали звезды, потому что есть такой предрассудок, который утверждает, что явления на небесном своде как-то влияют на нашу жизнь. Ну вот они этим предрассудком пользовались, то есть тоже, так сказать, его исповедовали, скажем так, этот предрассудок. И вдруг они выяснили, что вот оказывается, как только звезда Сириус появилась над небосводом, то жди буквально ближайшие 2-3 дня разливы Нила. А звезда Сириус появляется тогда, когда Земля, значит, под определенным углом находится, так сказать, ее положение к эклиптике, да. И вот тогда увидится звезда Сириус. То есть в определенное время года, в определенную дату, в определенную дату, ну, действительно, так сказать, Нил разливается по датам. И вот как только увидели Сириус, все, жди разливы Нила. Хотя с Сириусом, на самом деле, разлив Нила никак не связан, правда? И вот отсюда, кстати говоря, из таких вот локальных успехов, связанных, по сути дела, с календарем, как мы-то с вами понимаем, да. Вот если бы у них был нормальный календарь у египтян, а не попал какой, да. У них ведь чего только не было. И 365 дней был год. А при всем при этом у них, значит, высокосных лет не было. И поэтому у них все время убегали все эти даты. И они постоянно календарь поправляли по появлению Сириуса. Вот Сириус появился, все, Новый год начался. Все, появился, все, они год сдвигают. То есть вот такого календаря, как у нас, работающего без поправок не было. Это как будто вот часы, которые вот мы на руке носим или в кармане. Они, которые бегут, какой попал в сторону. Как мы видим хорошие часы или слышим бойко у курантов, значит, в полночь. Так поправляем, значит, часы ставим. Вот так египтяне поправляли по появлению Сириуса свой календарь. Так вот, вот этот вот подход в науке, которым баловались древние, который заключался не в том, чтобы выяснить причину явления, а просто узнать, как поступать, когда что-то там надо делать. Как поступать, когда появилась звезда Сириус. Вот ждать разлива Нила, чистить каналы, все, радоваться, петь песни, плясать. Вот, вот как поступать, да? Как поступать, если, значит, солнце садится в облаках? Вот ждать на завтра, значит, плохой погоды там, например. А как поступать, если закат будет красным? Это ждать на завтра ветреной погоды. Вот такие вот приметы, которые вот иногда хорошо работают, да? Вот такие вот установлены. Как они установлены? А просто многократным наблюдением. Никто, собственно, не очень-то и знает, а почему вот после красного заката ветреной погоды ждать? Это что там вот? Ну, это частички пыли там поднимает ветер. Так ветер-то завтра будет. Вот почему сегодня должно это быть? Непонятно. Та наука, что существует со времен Ньютона и строит математические модели процессов, называется натуральная философия. Так и книга Ньютона, в которой он излакал основу механики, называлась «Начало натуральной философии». По аналогии с книгой Евклида «Начало геометрии». Он так вот назвал и в таком же стиле написал, кстати. А до него существовала наука, которая занималась установлением взаимосвязей и называлась натуральная магия. Так вот, математика, статистика в частности, она для вот этого натурмагического подхода к науке дает очень мощное оружие, выяснение закономерностей. Вот, например, чем не выяснение закономерностей? Просить проаранжировать сорта сигарет, а потом, так сказать, выбрать самых доверчивых и самых, так сказать, интеллектуально продвинутых. Какая взаимосвязь между сигаретами, да, и интеллектом, ёлки-палки, да? Да никакой вроде бы. А вот она, обнаруживается такая взаимосвязь. Примета такая. Так вот, ещё один пример. Дело было, по-моему, в 80-е годы. Ну, понимаете, надо спутники было запускать, а в космосе спутник подвергается воздействию ионизирующих излучений, да? Так скороговоркой сказал. Ионизирующих излучений. Воздействие ионизирующих излучений. Значит, аппаратура должна быть радиационно стойкой. А как обеспечить стойкость аппаратуры? Ну, понятное дело, надо выбрать наиболее радиационно стойкую элементную базу, да? И вот удивительное какое свойство. Выбирают микросхемы. А микросхема — это сложный объект. Это большой кристалл, на нём много выполненных транзисторов, значит, полупроводниковых диодов. Вы представляете, да? Хотя, может, и не представляете. Но это очень сложная схема. С большим количеством входов, с большим количеством параметров, которые их характеризуют. И вот, вроде, вы выбраны микросхемы, но конкретно в результате испытаний микросхемы оказывают, что уровень стойкости у них оказывается разным. Правильно? Ну, то есть, есть некое среднее значение и дисперсия. Одни более стойкие, другие менее стойкие. На что надо ориентироваться? Ну, как мы пытаемся вас научить статистике, ориентироваться, значит, нужно на что? Среднее минус три средних квадратических отклонения, да? Вот это будет давать гарантию. Но ведь как-то бывают, как-то попадаются ведь такие микросхемы, которые намногие более стойкие, чем в среднем. Почему они-то более стойкие? Что заставило их туда отклониться? Нельзя ли как-то угадать ее, да, вот эту замечательную микросхему? Ведь почему, собственно говоря, вот мы говорим, вот мы исследуем, скажем, ну, людей, взвешиваем средний вес, да? Что неужели нельзя угадать, вот у кого из этих людей будет повышенный вес, у кого пониженный. Да можно угадать. Можно угадать даже, когда вот человек не родился, посмотреть на его родителей. Дети повторяют своих родителей, да? Вероятность, скажем, наследственных заболеваний каких-то, она, значит, зависит от предрасположенности родителей. Если у родителя есть эти заболевания, они могут быть и у детей. И если у родителя есть эти особенности, скажем, излишний вес или недостаточный, по мнению некоторых, вес, значит, это может проявиться с повышенной вероятностью у детей. Правильно? То есть предсказывать-то можно, просто мы не вникаем в этот процесс, когда исследуем всех скопом, как попало, случайным образом отбираем, да, вот людей. Вот, скажем, где-нибудь на предприятии исследуют людей, проверяют выборочные исследования, сколько человек времени проводит в курилке, да, сколько времени он посвящает работе, на самом деле, да. А на самом деле это можно как-то тоже, значит, по каким-то признакам определить, просто мы этого не очень знаем, дисциплинированность его, в конце концов, есть личное дело, да, его послужной список, как он был. Я вот помню, когда учился в институте, а у нас, ну вот мы сдавали экзамены, писали на четырех листах анкету, нас зачисляли, и все, мы уезжали на два месяца, значит, до первого сентября. Первого сентября приезжали, нам объявляли, вот ваши группы, вот староста ваших групп. И не было еще ни одного случая, чтобы выбранный по анкетам староста не подошел бы для своей работы. То есть вот те, кто выбирал их, знали те признаки анкетные, по которым можно выбрать вот хорошего староста для группы. То есть такое, чтобы был разумный бюрократ, чтобы всегда все учитывал, ни разу. Вот один раз специально для нас был поставлен эксперимент. Наша замдекана выбрала, назначила в одной группе староста только потому, что имя-отчество совпадало с имя-отчеством замдекана. Вот она так сказала, это я в порядке эксперимента делал. Вот староста оказалась никудышней. Ее пришлось заменить, к сожалению. Ну, сама она хорошая девочка, но вот староста не подошла. Вот видите, вот есть такие признаки, по которым, оказывается, можно выбрать. Ну, так вот, вернемся к микросхемам, совершенно неожиданным вещам. Взялись люди искать эти признаки, по которым их можно отделить хороший микросхем от плохих. Значит, стали мерить все, что можно измерить у микросхемы. Ведь у микросхемы много всего, и всякие входные, выходные сопротивления, да? Всякие там коэффициенты усиления, коэффициенты передачи потока, по напряжению, чего только нет. Мерили все подряд. И стали выяснять, не коррелируют ли какие-нибудь отличия вот в этих вот признаках с повышенной радиационной стойкостью микросхемы. И вот таким методом статистическим, статистического анализов выяснили, построили, как они сказали, образ радиационно-стойкой микросхемы. В многомерном пространстве признаков они построили образ радиационно-стойкой микросхемы. И успешно, значит, повысили стойкость, повысили время жизни, значит, космического летательного аппарата на орбите. Пока он, значит, мог работать, не отказывая. Это очень важно было. А всего лишь на все за счет применения натуральной магии в народном хозяйстве. Это вот так получается. Натуральная магия. Вернемся к тому, к чему начали мы это лирическое отступление. К астрологии. И вот в последнее время, как это не печально для астрологов, стали проверять статистическим путем те предсказания, которые дает вот та астрологическая схема. Есть же компьютерные программы, в которые просто заложены все те астрологические принципы, предсказания. И стали просто, так сказать, сравнивать с реальным положением дел. Но оказалось, к сожалению, что эти предсказания не работают. Находятся на уровне чисто случайных совпадений. Ну и плюс к этому, как психологическая реакция того, кому предсказывают. Говорят вам что-нибудь о вас такое, так сказать, лестное, а вам и хочется, вот какой я замечательный, вот я вот какой вот хороший. То есть, так вот. К каждому хочется быть лучше, каждому хочется соответствовать чему-то. Это я бросаю камень в огород астрологии. Борюсь за чистоту науки. Так вот это вот сейчас. Так. Значит, вот сегодня была достаточно длинная и несколько путанная проповедь в защиту математической статистики, что она позволяет в обстановке недостаточной информированности принимать решения. В следующий раз я вам это все поставлю на чисто конкретную цифровую основу. Вот. Надеюсь, что мы с вами доживем до следующего занятия. Жду вас с нетерпением. Желаю вам удачи, всех благ. До свидания. Продолжение следует...